Продолжение следует... 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 Это основная улица, на которой куча магазинов, и она в пешеходной доступности от отеля. Единственный минус отеля в том, что он действительно большой, шумный, и он идеально подходит для детских групп, но для семейных пар, возможно, стоит посмотреть что-то другое. Например, отель «Империал». Он расположен буквально через дорогу от отеля «Ройл Нэшнл», но там рядом небольшой парк, что делает отель тихим и уютным. Он меньше, там около 500 номеров, и там практически не бывает детских групп, поэтому для семей он будет идеален. Следующий отель у нас – отель «Садор». Он находится совершенно в другом районе, он в районе Кенсингтон, тоже первая зона. Он намного меньше отеля «Ройл Нэшнл», но он недалеко от музея Альберта и Виктории, там есть лифт, и если кто-то любит гулять в парке, например, гайд-парк или кенсингтонские сады, туда также можно дойти пешком. Что касается отелей «Четыре звезды», они все подобраны так, чтобы удобно было добираться до места сбора на экскурсии и до метро. Отель «Мелия Уайтхаус» – честно говоря, это один из моих фаворитов, потому что там просторные номера, он находится в районе Ридженс Парк, отсюда можно легко пешком дойти, опять же, до Британского музея и до Оксфорд-стрит. В отеле около 500 номеров, кондиционер, Wi-Fi бесплатный в номерах и на всех этажах. Рейдис-н-Графт также в том же районе Ридженс Парка, 330 номеров, недалеко от метро «Юстон». Он чуть дороже, чем «Мелия», и они немножко отличаются по стилю номеров. Рейдис-н-Графт – это скорее современная классика. Отель «Парк Интернешнл» в районе Кенсингтона в трех минутах ходьбы от метро «Кротест Роуд» очень удобно добираться на места сбора экскурсии. Особенность отеля в том, что всем гостям предлагается воспользоваться услугами «Хэнди-смартфона», который позволяет совершать бесплатные местные и международные звонки и пользоваться интернетом за пределами отеля. Это приятный и полезный бонус от отеля, и он предоставляется абсолютно всем, и действительно стоит им пользоваться, потому что это очень-очень экономит деньги. Выбирать из четырехзвездочных отелей стоит в зависимости от контингента, от ваших туристов. Если «Мелия» и «Парк Интернешнл» идеально подойдут семьям с детьми, то «Рэдисоны» больше подойдут молодежи и тем, кто любит районы баров, ресторанов, театров и постоянно кипящей ночной жизни. Если мы говорим о отелях «Пять звезд», то в первую очередь это отель «Земейфе». Это шикарный отель, он мне очень нравится. Он расположен практически в самом центре на Пикадиле, но не на оживленной части улицы, а в небольшом переулке, куда очень удобно подъезжать на машине. Также там в нескольких минутах ходьбы знаменитый ресторан «Новикова». И он сейчас очень безумно популярен, поэтому столик лучше бронировать заранее, как минимум за неделю. Буквально в нескольких минутах ходьбы от отеля и Букингемский дворец, и Пикадилли, и район театров, все рестораны, театры. То есть он подходит просто шикарно всем. В отеле около 300 номеров, фитнес-центр, сауна, спа. И если клиентам этот отель подходит по бюджету, то я его очень советую. Отель «Ройл Гарден». Это стандартная пятерка, хорошее соотношение цены и качества, но он принципиально отличается от отеля «The Mayfair» по стилю, потому что «Ройл Гарден» – это современная английская классика. Что, собственно, это значит? Это цветочные мотивы, то есть это цветочки-васелечки на стенах, и пастельные тона. «The Mayfair» – это скорее современная классика, то есть там такого вы не увидите. Если вы точно знаете, что туристы не любят у вас цветочки, то им больше подойдет отель «The Mayfair». Все отели под групповые туры у нас контрактные, благодаря чему мы предлагаем очень выгодные цены на пакеты 7 ночей, 8 дней. Но если вас интересует какой-то конкретный отель вне этого списка или на какое-то иное количество ночей для индивидуальных клиентов, мы также с удовольствием поможем забронировать размещение. Теперь я бы хотела чуть подробнее остановиться на экскурсиях. На выездной экскурсии у нас три основных точки сбора. Это отель Royal National, отель «Три звезды», район Блумсбери, район Base Water, отель «Корус Гайд Парк», к которому подходят туристы из отеля Александра и Сеймур, то есть там буквально 5 минут пешком, никуда ехать не надо. И отель с другой стороны «Гайд Парк», это отель «Коп Тантара», метро «Хай Стрит Кенсингтон». К этому отелю подходят туристы от отеля «Парк Интернешнл», «Мели Амбассадор», опять же, никуда ехать не надо, везде можно дойти пешком. На пешеходной экскурсии сбор группы проводится непосредственно около достопримечательностей. Наши стандартные пакеты включают от 2 до 8 экскурсий. Список экскурсий вы сейчас видите на своих экранах. Новинка этого сезона – это пакет экскурсий «Лондон Королевский». И в рамках тура вы посетите такие достопримечательности, как Виндзорский замок, Весминстерское аббатство, Таури, конечно, Букингемский дворец. Особенность пакета в том, что только в период с 28 июля по 20 сентября он проводится. Соответственно, это только те 2 месяца, когда королева уезжает на заслуженные каникулы, и Букингемский дворец открыт для доступа туристов. Как вы понимаете, что достопримечательность, которая открыта всего 2 месяца в году, на нее очень сложно достать билеты. Поэтому в этом году мы взяли гарантированные квоты мест на определенное время. Экскурсия будет проводиться каждую неделю по пятницам в 3.15. И в стоимость билета входит посещение королевских апартаментов и очень подробный русскоязычный аудиогид. В среднем вы проведете во дворце около 2 часов, сможете погулять там, где обычно гуляет сама королева. Поэтому я думаю, что это действительно стоит того. И еще одна экскурсия, на которой я бы хотела остановиться, это «Гарри Поттер тур». Безумно популярная экскурсия уже на протяжении многих лет. Едут на киностудию и дети, и взрослые фанаты книги и фильмов о «Гарри Поттере». И многие, я думаю, уже сталкивались с тем, что невероятно сложно забронировать билеты на киностудию «Уорнер Бразерс». Билетов либо нет вообще на несколько месяцев вперед, либо нет на конкретные даты их поездки. Мы позаводились о том, чтобы у наших туристов всегда была возможность забронировать эту экскурсию. На весь сезон у нас гарантированные квоты мест. Экскурсия проводится еженедельно по средам, но квоты заполняются очень быстро, поэтому по возможности сразу же в момент бронирования тура обсуждайте с клиентом, хочет ли он на эту экскурсию или нет, и бронируйте ее. Мы также делаем, помимо входных билетов, мы делаем трансфер на киностудию с русскоязычным водителем. Если кому-то захочется взять там уже на месте мультимедийный гид за небольшую доплату, это можно будет сделать прямо там, хотя в принципе он совершенно не нужен. Если вы читали книгу и смотрели фильмы, вам и так все будет знакомо и понятно. Помимо групповых автобусных и пешеходных экскурсий, мы также можем приобрести для туристов билеты в театр. Единственный момент, как вы понимаете, что все спектакли, конечно же, на английском языке, поэтому стоит сразу же уточнять у клиентов, говорят ли они по-английски. Билеты можем также приобрести на один из мюзиклов, например, «Мама Мия», «Король Лев». Вот здесь как раз-таки знания языка не требуются совершенно, за себя все скажет знаменитая музыка. Также очень популярны билеты в «Мадам Тюсо» с нашими билетами у туристов отдельный вход. Вот. Билеты на колесо обозрения «Лондонай». И, кстати, на летний период я бы очень советовала приобретать билеты с «Фасттрек», с так называемым быстрым проходом, чтобы также не стоять в очередях, потому что они будут. Если вы захотите взглянуть на вечерний «Лондон» с воды, то для вас идеальным вариантом будет круиз по темзе. Это и ужин, и обзорные экскурсии в одном лице, тем более вечером и с воды город выглядит совершенно по-другому. Круиз занимает около двух часов, начинается от причала Вестминста в самом центре и возвращается туда же. Что касается традиционного английского чаепития или «Автонун Ти», то оно с успехом заменит обед. Такое количество еды вам принесут, но, если честно, там не будет ничего особенного. То есть это сэндвичи, пирожные, сконы, это традиционные сдобные булочки и чай. Это вряд ли стоит бронировать как отдельное мероприятие, вокруг которого будет строиться весь ваш день, но, как обед, вполне возможно где-то с 12 до 3 его забронировать. Что я бы действительно советовала, так это посещение британского парламента. В стоимость билета входит русскоязычный аудиогид. Он очень подробный и вряд ли вы станете слушать все, но прогуляться по местам, где заседает британская знать и принимаются самые важные решения в политической жизни Британии. Это действительно безумно интересно. Стоит приходить заранее, так как меры безопасности там, как в аэропорту, и вы потратите минимум полчаса, чтобы пройти все проверки. Но это и понятно, это одно из самых важных госучреждений страны, поэтому можно их и простить за это. Также на своих экранах вы сейчас видите график проведения экскурсий по дням недели. Он стандартный, меняется чаще всего только в дни дополнительных заездов, например, в майские праздники, или в дни каких-нибудь мероприятий в Лондоне, например, лондонский марафон или велопробег. Но мы всегда предупреждаем заранее о смене графика, и на руки туристам вы выдаёте уже конкретную программу. Этот же график есть на нашем сайте. Что касается трансферов. В аэропорту, если мы говорим о групповом трансфере, в зале прилёта группа встречает ассистент, который помогает нашим туристам найти автобус, отвечает по ходу на все практические вопросы, где поменять деньги, где поужинать, на какой спектакль сходить, рассказывает о групповых экскурсиях, которые будут проводиться во время их пребывания в Лондоне, и объясняет, как добраться до точек сбора на экскурсии. Телефон ассистента мы также всегда прописываем в программе, поэтому если у туристов возникают какие-то вопросы уже в момент пребывания их в Лондоне, то они могут в любой момент позвонить ему. Гарантированные трансферы на летний сезон мы предоставляем под рейсы из Москвы, согласно полётной программе, под рейсы из Санкт-Петербурга, это British Airways 879-878, и под рейсы из Киева, которые прилетают в Гатвик. Если у вас остались какие-то вопросы по сети турам в Лондоне, задавайте, мы с удовольствием ответим. А пока переходим к комбинированным турам по этой чудесной стране. Я думаю, что все прекрасно знают, что в состав Великобритании, помимо Англии со столицей Лондон, входит Шотландия, столица Эдинбург, Уэльс, столица Кардифф, и Северная Ирландия, столица Белфаст. И в первую очередь я бы хотела обратить ваше внимание на комбинированный тур Лондон-Эдинбург, когда вы проводите 4 ночи в Лондоне и 3 ночи в Эдинбурге. Заезды у нас по субботам на летний сезон. График вы видите на экране. Переезд между двумя столицами на поезде. Мы единственный туроператор в Москве, кто выписывает оригиналы ЖД-билетов Бритрейл Пасс и выдает их оригиналы на руки туристам. Переезд между городами занимает около 5 часов. В принципе, поезда очень комфортные, поэтому никаких проблем обычно не возникает. Вы можете выбрать пакет с двумя экскурсиями. Экскурсиями две обзорных или с пятью экскурсиями две обзорных. Автобусная экскурсия в замок Стирлинг, экскурсия на виски Курни у Гленкинчи и объединенная экскурсия в часовню Рослина. Это как раз та часовня, которая стала невероятно популярна после книги Дэна Брауна «Кот да Винчи», которая была построена потомками тамплиеров. И также экскурсия в усадьбу Аббетсфорд. Это родовой замок Вальтера Скотт. Что касается отелей в Эдинбурге по этому туру, если в Лондоне мы уже все знаем, что в Эдинбурге обычно под групповые туры мы бронируем Британию. Три звезды – это стандартный отель. До Эдинбургского замка около получаса пешком. И отель «The Place» – четыре звезды. Он расположен, конечно, куда удобнее. Буквально в пяти минутах от центрального вокзала и в десяти минутах от Джорджа Стрит – это основная улица, где расположены все магазины и бары Эдинбурга. Отель «The Place» небольшой, там всего 47 номеров. Это историческое здание. И стоит помнить о том, что в нем нет лифта. То есть в нем несколько местных этажей, но лифта нет. Если говорить о программе «Лондон-Эдинбург. Пять экскурсий», то, на мой взгляд, она отлично подойдет тем, кто посещает Великобританию не первый раз. У них будет много свободного времени в Лондоне. И довольно подробное изучение Эдинбурга и окрестностей. Вылет и прилет по этому туру в Лондон. Обратите внимание, что на возврате у вас обязательно должен быть вечерний рейс, так как групповой выезд из Эдинбурга около 12 часов. Переезд занимает около 5 часов. Соответственно, в аэропорт вы приедете не раньше 6 вечера. Еще один комбинированный тур, на котором я бы хотел остановиться, это Лондон-Париж. Переезд между городами также на поезде. Поезд «Евростар» под Ла-Маншем около 2 часов в пути. Основной момент этого тура, что туристам понадобятся 2 визы. Это британская виза, стоимость ее стоит 35 евро. И французский шенген, стоимость 75 евро. У нас уже были случаи, когда туристы пытались и по британской визе попасть во Францию, и по шенгену попасть в Британию. Такого не бывает, не стоит повторять этих ошибок. Уезжаем мы из Лондона с вокзала Сен-Панкрас, прибываем на вокзал Гардинор в Париже. В Лондоне у нас 4 ночи, в Париже также 4 ночи. Большинство отелей по групповому туру в Париже располагаются в районе оперы, что очень удобно для исследования столицы Франции. И в базовый тур входят 2 обзорных экскурсии в Лондоне и в Париже. Остальные экскурсии также можно добронировать. Заезды на летний сезон по этому туру еженедельно по спотам. Еще один комбинированный тур – это Эдинбург, Лондон, Париж. Так называемый тур трех столиц. Все переезды между городами на вездах. Опять же, понадобится 2 визы, тур на 12 дней. 3 ночи выправить в Эдинбурге, 4 ночи в Лондоне, 4 ночи в Париже. По желанию можно сократить или наоборот увеличить количество ночей в городах, то есть добавить в Париже или добавить в Эдинбурге, как пожелаете. Переходим к одной из самых популярных программ на летний сезон. Это Англия, Шатландия, Уэльс. За последние 2 года мы ни разу не снимали ни одну из дат заезда. Группы набираются на протяжении всего сезона. И очень активное бронирование идет уже сейчас. Гиды, с которыми мы сотрудничаем, ведут эту программу на протяжении многих лет и отлично знают маршрут. И если вы хотите учить все и сразу от поездки в Великобританию, то это явно программа для вас. По ней мы смотрим. И огромное количество древних замков, и достопримечательностей, и вся великолепная природа этой страны. Все это здесь. Стандартный тур 12 дней, 11 ночей. Обратите внимание, что программа начинается с самого раннего утра из Лондона. Программа рассчитана под прилет утреннего московского рейса, так как основная часть группы обычно прилетает на нем. Поэтому, если туристы у вас летят из других городов, необходимо рассматривать тур Ашу 13 дней, 12 ночей. Он именно для таких туристов. Первую ночь мы бронируем в отеле рядом с аэропортом, куда на следующий день за ними заедет гид с основной группой. И далее все выдвигаются на маршрут. Также в этом сезоне у нас есть список дат. Их можно посмотреть на сайте, в который мы предоставляем бесплатные трансферы под любые рейсы. Неважно, Хитру или Гатвик, они только под рейсы по нашей полетной программе. Также, как и под сити-туры в Лондон, под тур Ашу у нас собственные блоки на British Airways и на Аэрофлоте. И заезды по туру Англия-Шотландии у нас получаются около двух раз в месяц. Программа построена так, что по маршруту нет супер длинных перегонов, хотя сам маршрут максимально насыщен. Вы увидите и университет Кембриджа, и знаменитый собор Йорка. Это один из самых больших готических соборов в мире. И дворец шотландских королей Скоун. И успеете прогуляться по берегу озера Лохнесс. По желанию можно будет даже прокатиться на кораблике. Посмотреть красивейшую природу озерного края. Заглянете в Ливерпуль, на родину Битлз. И потихоньку, уже возвращаясь в Лондон, проедете через Сноутонию, старинную столицу Уэльса Корнарфон и родину Шекспира, Стратфорд на Эйвоне. На восьмой день к вечеру группа возвращается в Лондон. И я хочу сказать сразу, что все достопримечательности по маршруту группы заранее забронированы. То есть турист не придется стоять в общей очереди, но входные билеты на достопримечательности оплачиваются на месте. То есть туристы могут сами решать, куда им хочется пойти, а куда нет. В автобусе при бронировании мест в первом, втором и третьем рядах существует доплата. Это 25 евро с человека за первый ряд, 20 евро с человека за места во втором и третьем ряду. Остальные места распределяются менеджерам по заезду и сообщаются за несколько дней до заезда. Туры Англии, Шотландия и Уэльс также прекрасно комбинируются с Ирландией. Даты заездов можно посмотреть на нашем сайте. Если есть какие-то вопросы по Англии, Шотландии и Уэльс, мы ждем, пишите. Сразу все прокомментируем. Также я бы хотела сказать несколько слов по туру, который по многочисленным просьбам мы изобновили в прошлом году. И сейчас он очень-очень популярен. Это мини-тур Южной Англии. Этот тур еще называют «По следам короля Артура». Тур на Юг Британии, во время которого мы смотрим те достопримечательности, которые туристы не так часто добираются даже после многих поездок. Мы едем в Бат, где сохранились римские бани знаменитые. Мы заезжаем в аббатство Гластенберг, где, по легенде, хранился святой Грааль. Заезжаем в Стоунхендж, в Брайтон и, конечно же, замок Лидс, знаменитый своим шикарным парком. Тур, в общем-то, короткий. Это 4 дня, 3 ночи. За сезон таких туров будет 5. И они прекрасно комбинируются с Лондоном. Можно поставить 4 дополнительные ночи в начале и присоединиться к стандартным групповым экскурсиям в Лондоне. Так же, как и по туру Англии-Шотландии-Вальс, в туре Южной Англии доплата за первый, второй, третий ряд, стоимость такая же. Буквально пару слов скажу про тур «Вся Британия». Это наиболее полный и долгий тур по стране. Это 2 недели. В него входят все те достопримечательности, которые мы рассматриваем в рамках тура Англия-Шотландия-Вальс и Южная Англия. То есть, если у вас есть такая возможность, и вы хотите посмотреть страну наиболее полно, то этот тур вам идеально подходит. У него так же, как и у Южной Англии, 5 дат заездов на летний сезон. Хочу обратить ваше внимание, что и тур Англии-Шотландии-Вальс, и мини-тур Южной Англии и вся Британия – это туры исключительно летнего сезона, поскольку большинство достопримечательностей по ним в зимний сезон просто закрыт. Один из моих любимых комбинированных тур – это тур «Открытие Шотландии». Если туристы уже не раз бывали в Лондоне и, в общем-то, изучили Англию вдоль и пепперёк, если они уже успели съездить в тур «Англия-Шотландия-Вальс», открытие «Шотландии» идеально им подойдет, потому что в рамках этого тура мы смотрим совершенно другие замки, никак не пересекающиеся с программой «Англия-Шотландия-Вальс». Мы едем на остров Скай, который называют одним из чудес природы за его волшебные пейзажи. Мы делаем полноценную экскурсию по Глазко, а город действительно достоин внимания. Он за короткое время стал одним из самых прогрессивных городов Великобритании. Все достопримечательности по маршруту, так же, как и в Англии, Шотландии и Вальс, заранее забронированы, то есть туристы не стоят в общей очереди. Мы единственные, кто делает подобную программу. Длительность 8 дней 7 ночей. Программа начинается из Эдинбурга, заканчивается в Глазго. Это необходимо учитывать при выборе авиабилетов, если туристы берут их самостоятельно. У нас же под этот тур гарантированы места на... гарантированные блоки мест на Бритишер Вальс. Ну и, наконец, переходим к алкогольной части нашего вебинара. Это замечательный виски-тур по Шотландии. Сразу хочу предупредить, что в плане логистики виски-тур простым, в принципе, быть не может. Там, помимо многочисленных переездов по стране, есть еще и несколько переездов на пароме. Но никого это совершенно не должно пугать. Паромы очень комфортабельные. Они передвигаются четко по расписанию. Опозданий практически не бывает. Время в пути до острова, о котором мы будем говорить, около двух часов. Поэтому, в принципе, никто не успевает устать. Главное, иметь крепкий организм для такого тура, поскольку дегустаций на маршруте огромное количество. И некоторые начинаются чуть ли не с самого утра. Сразу объясню, в чем особенность. Большинство виски-курин закрывается в три часа дня. То есть они уже не пускают туристов, так как у них идет рабочий процесс. Соответственно, программу приходится подстраивать под работу виски-курин. Итак, старт программы у нас в Эдинбурге. Первым делом идет знакомство с виски региона Highlands. Это шотландское высокогорье. Виски этого региона присущ вкус торфа и солода. И первая виски-курин по маршруту это будет Blair Atola. Это один из самых старых заводов в Шотландии. Далее у нас посещение деревушки Петлохри, где можно зайти на фабрику изделий из Вереска. И позже уже еще одна виски-куриня, это Далвини. Это самая высокая виски-куриня Шотландии. Она находится на высоте 320 метров над уровнем моря. Возможно, высота вам покажется смешной, но так как все-таки это не высокогорная страна, 327 метров для них вполне прилично. Виски довольно мягкий, с привкусом верескового меда. Но, конечно, это лучше все попробовать и прочувствовать самим. На следующий день у нас совершенно другой регион. Это регион Space Side. Его еще называют сердцем виски-варения. И там буквально рукой подать от одной виски-курни до другой. Первая у нас виски-курни по маршруту – это Аберлау. На ней можно будет попробовать не только сам виски, но и продукты производства на каждом этапе. А саму дегустацию они проводят в подвале рядом с бочками. И прямо из бочек можно попробовать 5 видов виски. А потом можно даже собственноручно налить себе бутылку виски и запечатать, приклеить бирку с уникальным номером и даже что-то написать. Это будет просто чудесным подарком. Следующий виски-курни – это Macallon. Это единственный производитель виски, который оказался в книге рекордов Гиддесса. И вообще это самый титулованный молд в Шотландии. И это считается гордостью региона Space Side. Это самый дорогой виски в мире. Далее по программе чуть-чуть отойдем от дегустаций. Посещение независимой Бандарни Шотландии – это то место, где производят бочки из дуба. Там можно будет увидеть процесс изготовления бочек своими глазами. Это недолго, но очень интересно. И во второй половине дня посещение еще одной виски-курни – Glenlivet Distillery. То есть в этот день у нас получаются три виски-курни. На четвертый день у нас долгий перегон, переезд к озеру Лахнес в направлении Обана. Обан вообще называют воротами островов в Шотландии, потому что здесь находится один из крупнейших портов. Также здешний виски считается одним из самых лучших в Шотландии. По дороге к Обану мы проедем через ущелье Гленка с великолепными пейзажами. Кстати, здесь снимались и сцены из «Гарри Поттера». В этот день мы размещаемся в отеле в городе Кинокрэг. Это небольшой городок, в общем-то, удобный лишь тем, что он находится недалеко от порта. Потому что на пятый день будет очень-очень ранний подъем. Я понимаю, что это будет тяжело после такого количества дегустаций. Но иначе просто не успеть на паром, который уже в 7 утра отправляется на остров Айла. Остров Айла – это прежде всего остров, знаменитый своими восьмью виски-курнями. Прямо с парома мы едем на виски-курню Боумер. Там во время экскурсии можно будет посетить подводный склад. Они все придумывают себе как можно более... Ну, самые интересные туры по виски-курням. Мы делаем склад там, где туристов это более всего заинтересует. То есть у кого-то склад подводный, у кого-то склад в каком-то подвале. Но Боумер действительно очень известная виски-курня. И там можно будет попробовать потрясающий 36-летний виски. После обеда, совсем рядом с виски-курней Боумер, есть чудесный рыбный ресторанчик. Можно будет пообедать там и отправляться на следующий виски-курни. Их аж три – Лафройк, Лагавлин и Артбек. Лафройк считается одним из элитных сортов. И, как говорят сами шотландцы, биг виски. То есть мы не можем его никак пропустить. Это любимый виски принца Чарльза. Он принципиально отличается от Лагавлина, потому что Лагавлин, он дымный. И считается любимым виски аристократов. На этом острове мы проведем целый день. И паром обратно, мы не ночуем там, но паром обратно идет около восьми вечера. Соответственно, возвращаемся на Большую Зюлю, мы уже около одиннадцати. И опять ночь в том же отеле в Кинокрейге. Чтобы на следующий день уже отправиться по направлению к Одинбургу через национальный парк Тросакс вдоль берегов озера Лохломанд. Которое, кстати говоря, самое большое озеро Шотландии, в то время как Лохнес самое глубокое. По дороге возможно посещение еще одной виски-курни, если туристов будет мало до этого. Виски-курни Динстон, кстати говоря, она была признана, виски, этой виски-курни был признан самым лучшим виски 2016 года в Шотландии. И также возможно посещение замка Стирлинг. Это один из самых величественных замков в Шотландии, он очень похож на Одинбургский замок. И это бывшая резиденция королевской династии Стюартов. И около пяти вечера вы возвращаетесь в Одинбург. То есть программа вся занимает пять ночей шесть дней. Она не проводится на регулярной основе, исключительно по запросу под закрытые группы. Еще раз хочу предупредить, что переездов много, без этого нельзя, если люди хотят побывать в настоящем виски-туре. И также хочу напомнить, что из страны по правилам можно вывозить не более двух литров крепкого алкоголя на человека. Поэтому если вы попытаетесь увезти по бутылочке с каждой виски-курни, то это вам, к сожалению, не удастся. Лучше просто все перепробовать. Лучше просто все перепробовать. По вашему запросу мы подберем программу, которая наиболее отвечает требованиям. При наличии собственной группы от 10 до 15 человек мы предоставляем одно бесплатное место для руководителя группы. Сроки и даты заезда определяются вами. Собственно, на этот год, на этот летний сезон мы консолидируем 4 группы. Школу вы можете посмотреть сейчас на своих экранах. И также вы видите даты заезда. Мы также предлагаем массу вариантов для тех, кто хочет совместить и отдых, и получение знаний. Можно организовать поездку в любые сроки. Например, у вас будет обучение за рубежом для ребенка, а для себя вы подберете какой-то отдых. Вы можете выбрать и город, и удобный тип проживания. То есть это может быть и семья, и апартаменты, и общежития. И вы можете отправить ребенка и отправиться учиться сами, в принципе, на любой срок. То есть это как несколько недель, несколько месяцев или на год. Весь список школ можно посмотреть на нашем сайте. И диплом об образовании за рубежом или обучении на курсах в любых языковых школах, в принципе, высоко котируется в любой стране мира, поэтому это до сих пор очень популярно. В общем-то, на сегодня это все, что я хотела бы вам рассказать. Если какие-то вопросы у вас остались, задавайте. Мы с удовольствием на них ответим. Мы ждем ваших бронирований в онлайне и запросов на нашу почту. uksobachka.merix.ru И большое вам спасибо за внимание. Удачи! Удачи! Продолжение следует...